Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Программа «Проверим» сегодня работает на северной окружной дороге. И в ее плен, как и в плен других представителей рязанских СМИ, попал министр транспорта Вадим Решетник. Его интервью вашему вниманию. Сегодня мы с вами встречаемся на одном из объектов национального проекта «Безопасные качества дороги». В частности, это у нас проект «Борь конструкции северной окружной дороги» в городе Рязани. Пятого августа вы обещали в течение двух-трех недель. Две-три недели уже прошло. Прошло уже ровно месяц. Абсолютно правильно, да. Мы говорили о том, что через три недели мы откроем третью полосу, для того, чтобы в сторону коничного было упрещено движение. Но, к сожалению, я должен признаться, что дорожник, работа дорожника не такая простая, как кажется. И про проколь очередной ливневой канализации, наклонным вареньем, то есть у нас возникла проблема. Нам пришлось от этой идеи отказаться. В настоящее время нам сейчас, может быть, с вами не так хорошо видно, но уже формируется со стороны коничного, так называемый нижний слой основания, который мы рассчитываем через неделю уже запустить третью полосу и в ту сторону. Вадим Алексеевич, в социальных сетях видны сообщения от жителей Канищева. Говорят, что транспорт не останавливается в самом начале, когда поднимаемся в Канищево, первая остановка, и не останавливается там очень много транспорта. И даже по поводу пассажиров, которым, естественно, неудобно со следующей остановки добираться сюда, тем не менее... Мы говорим про быстрые сообщения. В настоящее время нет. Мы это можем, чтобы проверить, но это, что мы не знаем, что транспорт не останавливается. Спасибо. Я имею в виду, для реконструкции не было такого вот поручения, чтобы это остановить. Мы разберемся, мы помним сообщения. Мы поднимемся, что есть вопрос на проект и по работе. Дорога из Анатского области в рамках дорожных работ этого будущего или прошедших лет. Контракт, и по состоянию на май 2022 года проект реализован, то есть проект изыскательной работы, выполненный не был. При всем при этом подрядчик АО «Рязань Автодор» неоднократно получал претензии от Минтранса по невыполнению работы. И при всем при этом АО «Рязань Автодор» является учрителем, АО «Рязань Автодор» является Миномышленом Рязанской области. И при наличии собственного проектного института заказывает работы у субподрядчика ООО «СЕРО», которые нарушают сроки сдачи проекта изыскательных работ. Вопрос, с чем это связано и почему не было раньше реакции от Минтранса, ну до мая, соответственно? Попробую себе сказать о том, что история Северной Крымской началась в 2020 году с момента ее передачи из собственности города в собственность области. Это как раз было вызвано тем, что были многочисленные жалобы на ее состояние. Нас всех, о чем стезлило, то тросовое ограждение, которое вечно было неисправно, требовало ремонта. Пояснение полотна было плохое. В 2020 году было принято решение отдать ее областную собственность. В 2020 году начинается работа по реконструкции. В данном случае у нас был опыт первый, когда мы совместили проектирование и выполнение работы в одном контракте. Назвали это контрактом под ключ. Для чего? Для того, чтобы как раз совместить ответственность за проектирование и за проекты решения, которые были приняты, с дальнейшей реализацией. На том этапе победителем конкурса стал Рязань Автодор. У Рязань Автодор есть свой проектный стул. Но мощности его для работы в рамках реконструкции Северной Крымской было недостаточно. Поэтому руководством Рязань Автодор было принято решение выбрать существующего городского подрядчика, в проекте которого уже реализовывал бандист на территории города, понимая все сложности с коммуникацией, с теми инженерии, которые есть. И поэтому почему выбрали подрядчика ООО Север? Только потому, что у него есть опыт и те мощности, которые позволят нам этот проект реализовать на этапе разработки проекта документации. Это единственный ответ, который я сейчас на этом вам дам. Но вы готовы констатировать факт, что Рязань Автодор контракт, а точнее проектно-искательная работа вскрою не выполнил, и по этому направлению контракт нарушил, условия контракта нарушил? Абсолютно согласен с вами. И в рамках договорных отношений к реконструкции рекламации на тот срок, который просрочен, и есть. Я понимаю, что объект довольно социально значимый. В настоящее время развернуто еще с единиц видеокамер, которые находятся, в данном случае, на этом участке. Но, исходя из того, что работа случается с одного пикетом в другой, камера также будет передвигаться. Камера работает в гласточном режиме и имеет возможность фото-видеозаписи. Впоследствии будет поорганизировано и принято решение. И вот тогда подрядчик организовал работу. Генерал Алексеевич, с учетом ночных... В ночное время проводить работы опасно. Что мешает проводить работы в дневное время, в выходные? Мы все живем в Рязани, и мы знаем, что у нас буквально только вчера температура опустилась до приемных 20 градусов. Эта температура была там 30-35 градусов. Мы все понимаем, что дорожники тоже люди. И без отдыха работать круглые сутки, круглые недели, наверное, никого не порекомендовали. И поэтому, конечно же, у нас, у нашего подрядчика, есть один рабочий... Есть один закон на выходной, которым все не пользуются. Но, опять же, пользуются как? Подготовка техники к следующему рабочему дня, технически обслуживающей техники и формирование запаса материала. Повторяю еще раз сам. Насок сформировано порядка 5 метров. И увидеть людей, работающих в колодцах, либо в этой Наске практически невозможно с проезжей части. По сезону строительства, мы считаем, что мы должны обеспечить все 4 полосы проезда, как бы было до начала реконструкции. Да, они пойдут по другой трассировке. На той трассировке, которую разработан проект Росима. То есть у нас будет полноценный 4 полосы, 2 из которых в каждую сторону. Они выложили договоры, и нам стало известно оттуда, что ООО «Север» является субподрядчиком и производит работу здесь. Почему в настоящее время подрядчик, ну и, соответственно, заказчик не требует, а подрядчик не публикует информацию о субподрядчиках, выполняющих здесь работу? Как только один из субподрядных договоров будет исполнен, будет размещено ЕСИ. Будет доступен любому желающему. То есть это будет, конечно, надевается. Это правило СССР-ФЗ, которое никто никогда не нарушает, даже не собирается. Как только, повторюсь, у нас закроется объем, закроется подряд, субподряд договоров, так же будет размещено. Потому что это является одним из основных метапов для проведения оплаты в данных случаях в адрес того субподряда числа. Есть народный взгляд на какую-то проблему, а есть взгляд профессионалов. Вот я по поводу сбора таких пресс-конференций и чистоту их сбора. Как вы считаете, они нужны, как часто? И вообще нужно, может быть, их как-то готовить с помощью специалистов и заранее вопросы отрабатывать, чтобы такого популизма не было, когда про дисциплинарную ответственность спросили три раза кряду. Будем чаще общаться, и без подготовки, потому что вся та работа, которая нами выполняется, она делается для рязанцев, и ни в коем случае мы не будем ее ни скрывать, ни вуалировать. Все у нас вот прямо на руке. По поводу, вот я еще раз говорю, по поводу подготовки, то есть конкретно должны быть вопросы. Не общий начали с северной дороги, закончили мостом и так далее. Да, вот эта конференция для нас одна из первых именно в таком формате. Но понимая, что у многих будут одни и те же вопросы, мы специально силами наших специалистов отправили некий брифинг, в котором основные цифры, показатели по окружной были представлены. Как раз ровно для того, чтобы эти вопросы не повторялись. Увы, люди пришли со своими вопросами, видимо, не читая тот пресс-релиз, который был подготовлен. В следующий раз мы упущение это исправим. И такой вопрос, может быть, немножко политический. Как вы считаете, на смене, вот сейчас идет смена власти, все понимают, насколько пристально к вам личное внимание руководства региона? Минтран всегда был на самом счету жителей и активных групп населения. Поэтому считаю, что это нормально.